Радио Комсомольская правда. Это самые осведомлённые эксперты. Я слушаю радио Комсомольская правда. И тебе рекомендую. Гость в студии. 13 часов и 3 минуты в Екатеринбурге. Меня зовут Людмила Варакина. И у нас в студии находится заместитель директора департамента госжилстройнадзора Свердловской области Наталья Миленина. Наталья Сергеевна, здравствуйте. Здравствуйте. А говорить мы сегодня будем в прямом эфире про заочное собрание собственников. Будем говорить про уборку от наледей во дворах. Мне кажется, очень актуальная тема. Учитывая, что творится у нас во дворах и на улице города. Ну и будем говорить в том числе про остекление балконов. Очень интересная тема. Присоединяйтесь к разговору 3850923. 3850923. Код города 343. Ну и еще ватсап плюс 79533850923. Кстати, кто не только слушает радио «Комсомольская правда» в FM-приемниках или, может быть, через интернет на нашем сайте радиокп.ру, но и смотрит нас прямую трансляцию в YouTube-канале, вы тоже можете комментарии ваши оставлять и вопросы задавать. Давайте начнем тогда со стекления. Я понимаю, что это будет только в следующем году, 2022, 1 марта. Нам там всем уже анонсировали, и мы даже обсуждали немножко с нашими слушателями эту тему, о том, что за остекление балконов будут штрафовать юридических лиц. Давайте подробнее. То есть кто за остекление балконов будет нести ответственность? Конкретные жители, управляющие компании, коммерческие компании, у которых на фасаде остекление происходит. Вот кто будет за это отвечать? Давайте для начала немного успокоим радиослушателей, потому что на самом деле хотелось бы, чтобы все понимали, что ничего не меняется по сравнению с текущим годом. То есть данная новость преподнесена как в связи с тем, что вступают в силу новые правила пользования жилыми помещениями. У нас они есть и в настоящий момент правила пользования жилыми помещениями, и в них точно так же, как и в новых правилах, установлен запрет на перепланировку переустройства помещения без согласования. То есть сами по себе правила абсолютно не меняются в этой части. И каких-то дополнительных норм права именно, которые бы вводили требования по остеклению балконов, их не вводится, они не появляются. То есть мы сейчас тоже немного не можем понять, откуда появился такой новостной фон. И даже уже Минстрой России дал официальное разъяснение по этому поводу, что тоже этих требований не закреплено в правилах пользования жилых помещений. И на самом деле всё, что касается остекления, это правила благоустройства конкретного многоквартирного дома. Вот в действительности на территории каждого города могут быть приняты свои правила. То есть есть гостевые маршруты, мы с вами все прекрасно понимаем. И здесь могут быть требования именно к внешнему виду, к фасаду здания. И тогда это уже вопрос нарушения правил благоустройства данного конкретного города. За это тоже есть административная ответственность. У каждого в субъекте есть свой закон, который предусматривает её, и у нас он тоже есть. А вот давайте про нас и поговорим. Что в Свердловской области? За что наказывают, за что не наказывают? Или планируют, например, наказать? Да, в настоящее время у нас это с вами 52-й областной закон. В нём требований за нарушение правил благоустройства за фасады нет. То есть там есть вопросы, связанные с полусферами, когда стоят на земельном участке, на общее имущество. И когда у нас любят цепочки, граждане сами устанавливают на земельном участке. За это есть административная ответственность. Пока вопрос фасада не урегулирован. И города наши пока сильно на повестку этот вопрос и не ставили, и не акцентировали вопрос о том, что у нас в правилах это установлено вот так. То есть здесь сложно сказать, как у нас в Свердловской области. Городов очень много, да, и решения у каждого градоначальника, они свои. В принципе, каждая из них может свои решения усиливать и менять правила, и в действительности какие-то требования к внешнему облику фасада зданий предъявлять. Но еще раз говорю, в перепланировку этот вопрос не входит. Здесь тоже радиослушателям нужно помнить, что у вас есть техплан помещения. Вот там менять вы без согласования ничего не можете, а про балкон там, как правило, нет ничего. Что касается перепланировок, у нас сейчас очень многие покупают в старом жилом фонде помещения, квартиры и начинают ремонт. Хорошо, когда речь идет о сносе перегородок, тут действительно очень серьезная история. Но если человек меняет окна, например, деревянные, старые, разрушенные, на стеклопакеты, если человек меняет двери в квартиру, либо двери в самой квартире, да, тоже старые, рассохшиеся, на новые, это является ли предметом для того, чтобы нужно это согласовывать? На текущий момент нет. На текущий момент таких требований не установлено, что прям согласовывать замену окон, дверей. У нас на территории Свердловской области такой практики нет. Конечно, если вы решите сделать себе панорамные окна, то здесь, да, безусловно, согласование, потому что вы будете уже вынимать часть стены, да, внешнего фасада именно здания. Конечно, это требует перепланировки, потому что здесь может быть угроза проживания, безусловно, всем гражданам. Но если вы меняете один и тот же элемент размер на совершенно другой на обновленный, то в этой ситуации у нас на территории области практики такой нет, чтобы так квалифицировали. Хотя, знаешь, на территории Московской области, да, так относятся к этому. И замена даже стеклопакета на стеклопакет – это перепланировка. В общем, Уралу повезло. Константин Изаятий прислал нам сообщение на WhatsApp плюс семь девять пять три три восемь пять ноль девять двадцать три. Вообще-то балкон – это частная собственность, нельзя на нее посягать. То ли дело вот в моей хате ваять, и я в ней хозяин, никто мне не прикажет, как мне жить в ней. Вот такое мнение. Ну, на самом деле, частная собственность – балкон или нечастная собственность. Но если вдруг на территории Свердловской области или конкретно в городе Екатеринбурге будут проходить, ну, какие-то мощные события, мероприятия, то вполне возможно, что на гостевом маршруте потребуется поменять, не знаю, фасады и растеклить какие-то балконы, либо они должны быть в едином стилевом решении сделаны. И поменяются и закон. Может быть, такое? Такое вполне возможно. И хотелось бы все-таки тоже и радиослушателю сказать. Это, конечно, ваше помещение, и никто этого факта не оспаривает. Но вы живете в многоквартирном доме. Здесь есть другие граждане, есть интересы совершенно других граждан. И когда этот дом строили, его планировали вот с такой нагрузкой, вот с такими перегородками внутри, вот с такой разводкой сетей, вот здесь будет стоять раковина, вот здесь будет стоять унитаз и так далее. Он планировался именно таким образом. Мы можем менять и делать свое помещение таким, как нам удобно. Это не запрещено. Но это нужно согласовать. Все, что требуется от гражданина, это именно согласовать, чтобы орган местного самоуправления сказал, да, в действительности никаких угроз для других граждан данные деяния не содержат. И, пожалуйста, делайте квартиру такой, какая она вам нужна. Только нужно помнить, что есть и прямо запреты, которые даже не согласовать. Это что, например? Ну вот, например, мы с вами балкон обсуждаем. Сейчас очень любят все увеличивать площадь квартиры за счет того, чтобы убирать вот эту, так скажем, ненужную, на их взгляд, перегородку между балконом и жилой квартирой. Этого делать нельзя, это запрещено. Очень многие любят делать кабинеты рабочие с балконов, да, и в рамках таких мероприятий даже отопительные приборы переносят на балкон. Это тоже прямой запрет. В том числе, например, если у вас газифицированная квартира, нельзя убирать совсем перегородку между кухней и жилой комнатой. То есть все же любят сейчас такие студийные пространства, да. То есть для газифицированных комнат и квартир это, собственно говоря, опасно, потому что в случае какого-то хлопка, взрыва, взрывная волна, она не будет иметь никакой преграды. Поэтому все равно какое-то преграждение двери должна быть. Есть запрет по переносу так называемых мокрых точек. То есть все, что касается раковин, санузлов и так далее, то есть их нельзя перемещать произвольно, как вы считаете, нужным. Особенно там раковины любят менять. То есть нельзя, например, поставить так, чтобы это было над спальней ваших соседей и так далее. Требований на самом деле много. Я бы сказала, что, наверное, большая часть из нас что-то у себя в квартире точно меняло, да. То есть что-то подстраивало, безусловно, под себя. Просто помните о том, что это нужно все согласовать. Делать это можно, но по согласованию. По поводу согласования, сейчас в связи с пандемией коронавируса возникают определенные сложности для того, чтобы что-то оформить, что-то сделать. Что поменялось для собственников помещений в плане согласования? То есть сложнее ли стала эта процедура? Или, может быть, наоборот, проще? Они в онлайн-режиме что-то там отправляют, и им точно так же из МФЦ приходят бумаги? Ну, в действительности, это у нас с вами муниципальная услуга. То есть вы обращаетесь именно в свою городскую, либо районную, если мы говорим про город Екатеринбург, администрацию. И, безусловно, все муниципальные услуги их можно получать, в том числе и через МФЦ. То есть список документов, он есть, с каждым административным регламентом установлен. Вы его направляете, и там уже, собственно говоря, орган местного управления принимает решение, рассматривая ваш проект, и выдает вам решение о согласовании. Если вы получаете заветное решение, потом нужно еще в обязательном порядке все это завершить приемочной комиссией. То есть к вам должны прийти и посмотреть, а ваша перепланировка действительности, плану соответствует, который вы подали проекту, либо вы что-то еще привнесли. Этим вы занимаетесь? Нет, этим занимаются муниципалитеты. Напомню, что на радио «Комсомольская правда» в прямом эфире разговор идет с заместителем директора департамента госжилстройнадзора Свердловской области Натальи Милениной. Вы можете позвонить или написать, отправить свое сообщение на WhatsApp плюс семь девять пять три три восемь пять ноль девять двадцать три, или, может быть, прямо поговорить словами, что называется. Позвоните тогда по номеру 385-09-23, 385-09-23, код города 343, и в прямом эфире уже задайте вопрос, обязательно Наталья Сергеевна на него ответит. Сейчас у нас будет небольшой перерыв, после чего мы вернемся в студию и будем говорить уже про заочное собрание собственников жилья, как это проходит, что это такое, и будем говорить также про уборку от наледи во дворах. Это обязанность УК, обязанность администрации города, обязанность собственников жилья. В общем, я думаю, что вы получите развернутые, подробные, полные ответы на эти вопросы, поэтому не забывайте и к этим вопросам комментарии и вопросы свои присылать, и к другим, которые имеют отношение к нашей теме. Еще раз напоминаю, 385-09-23 и WhatsApp плюс семь девять пять три три восемь пять ноль девять двадцать три. Ну, а сейчас реклама. На радио «Комсомольская правда» Екатеринбург гость в студии, заместитель директора департамента госжилстройнадзора Свердловской области Наталья Миленина. Наталья Сергеевна, я предлагаю обсудить вот какую тему. У нас в Свердловской области появилась возможность проводить общее собрание многоквартирных домов в заочной форме через ГИС ЖКХ. Вот расскажите, как это вообще происходит, что это за система, для того, чтобы слушатели знали об этом. В действительности ГИС ЖКХ – огромное информационное облако, федеральное, то есть это государственная информационная система. И хотелось бы, чтобы как можно больше радиослушателей и собственников знали о том, что она есть. То есть там есть, прежде всего, не только голосование можно проводить. Вы, в принципе, всю информацию по своему дому и все свои взаимодействия с управляющей компанией либо с нами как надзорным органом можете осуществлять через эту систему. То есть это достаточно удобно, в особенности сейчас, когда у каждого в кармане находится смартфон. То есть вы можете в какой-то обеденный перерыв порешать какие-то свои вопросы, например, которые у вас есть бытовые, связанные с вашим многоквартирным домом, отправив заявку, обращение в управляющую компанию, и если уже не достигаете какого-то взаимодействия к нам. И в действительности с этого года полностью реализовали возможность в ГИС ЖКХ проводить голосование в заочной форме. У нас с вами, как вы знаете, есть очные голосования, есть заочные бюллетенями голосования. И, как правило, на очную часть очень мало людей приходит, потому что все весьма заняты и работают, поэтому это все переходит в голосование бюллетенями. Дальше то, что касается голосования бюллетенями, к сожалению, есть очень большая волна негатива, связанная с тем, что здесь, возможно, подделка в решении общих собраний. И граждан, которые обращаются к нам по этому поводу, их на самом деле достаточно много. И очень бы хотелось всех уберечь и дать какой-то такой инструмент, который бы защитил их права и защитил, прежде всего, их голос, и дал бы им возможность в действительности его воли изъявлять, а никому из государственных органов судебных либо нам не иметь какой-то возможности усомниться в том, что это именно такое волеизъявление. И вот эту проблему ее разрешает как раз ГИС ЖКХ, потому что мы с вами все в ГИС ЖКХ заходим под своим логином и паролем от государственных услуг. Уж точно логин и пароль от государственных услуг вы не дадите совершенно никому, то есть невозможно будет его взломать, подделать там ваше волеизъявление и так далее. То есть, когда проходит голосование в ГИС ЖКХ, вы можете там видеть ту повестку голосования, те вопросы, которые указываются, и голосовать уже, собственно говоря, за, против, воздержался. И система сама автоматически считает полный подсчет голосов, всех, кто принял участие, есть ли кворум и кто и как проголосовал. И, собственно говоря, формирует то самое итоговое голосование, которое уже всем доступно. И никакой проблемы, еще раз говорю, самое главное, верификации не наступает. Ну и плюс вы это можете сделать в удобное для вас время. Вам не нужно бюллетень нести куда-то, сдавать, сомневаться, что что-то изменится, либо что кто-то вашими персональными данными воспользуется. Это государственная система, и ее защита, она обеспечивается государством. Я предлагаю надеть наушники, потому что у нас есть звонок 3850923. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Здравствуйте. Значит, вас беспокоит Вали Котика 9. Между домами Вали Котика 9 и Вали Котика 13, Бабушкино 29 и 31 расположен сад УЭТМ. И вот только там выстроилось очень несколько домов, и вот только два дома отапливаются дровами. Слушайте, невозможно нам жить в этом состоянии. Мы так, мы так, это самое, как вам сказать, дышим этим, не имеем возможности дышать свежим воздухом. Спасибо большое. Что нам делать, куда нам обращаться? Обращались мы, Роспотребнадзор. Значит, там написали, видимо, приходил какой-то и стоял возле дома 29 и говорит, не заметил никакого дыма. А тем не менее, не можем открыть окна. И потом день и ночь гуляет, вот там одноэтажное здание, день и ночь гуляют, с 4 до 6 часов. Вот выглядываем, когда они прекратят топить, только в то время, значит, можем открыть окна и подышать хотя бы свежим воздухом. А сейчас настолько душно становится. Вообще здоровье теряем. Спасибо за звонок. Ну, действительно, у нас в городе так происходит, что частный сектор, либо вот садовые какие-то участки находятся рядом с многоквартирными жилыми домами. Случается, что кто-то топит печки. Ну, а случается, особенно в летний период, я помню, была история, когда жители жаловались и говорили, дым от пожаров тоже мешает им открыть окна и двери. Ну, в данном конкретном случае вот эта жительница, наша слушательница радио КП, живет на Эльмаше. Куда ей обратиться? В администрацию района или в какое-то другое место? Необходимо обратиться в администрацию района, потому что правила землепользования, что и где располагается, с каким функциональным назначением, это у нас с вами утверждается именно уже тоже органами местного соуправления. Поэтому, если вот возникла такая критическая ситуация, обратитесь за разрешением туда, чтобы пересмотрели возможность именно назначения категории земель, которые здесь располагаются. Еще один звонок, 3850923, здравствуйте. Здравствуйте, Максим, Екатеринбург. У меня такой подпоги с ЖКХ, вот этой новой системе. У меня вопрос, если, соответственно, будет, как принять решение, чтобы исключительно в этой системе ну, имеется в виду, принимались решения. Это первый вопрос. И второй вопрос, а на госуслугах уведомления вообще приходят, если вдруг будет рассматриваться такой вопрос и будет касаться конкретного лица. Поняла ваши вопросы. Смотрите, начнем с конца отвечать. То есть уведомления на государственные услуги у вас не придет. То есть все информирование, оно проходит непосредственно именно в системе ГИС ЖКХ. И заходить нужно все время туда, в свой личный кабинет, и смотреть, какие у вас есть сведения по голосованию на многоквартирном доме. Что касается безальтернативности, да, то есть вот то, что вы спрашивали, что можно только ли там голосовать, на самом деле прям четкого ответа на это законодательство не содержит, да, о том, что уходя в ГИС, невозможно будет голосовать бюллетенями. Но в любом случае при рассмотрении вопросов, и часто же это все уходит в судебные органы, собственно говоря, да, вопрос каких-то поделок, те вопросы голосования, которые вы завершите в ГИСе, они, обладая именно такой достоверностью, будут более высоко, чем те бюллетени, которые есть. В особенности, если будет расхождение волеизъявлений, например, одного и того же собственника в бумажном варианте и в системе ГИС ЖКХ. Я думаю, что здесь любой абсолютно орган, собственно говоря, даст предпочтение тому волеизъявлению, которое есть в ГИС ЖКХ, говоря именно о достоверности. А, кстати, по поводу ГИС ЖКХ хочу для наших слушателей сообщить. Это государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства. Ссылка на вот эту самую систему есть на сайте департамента. Поэтому вы можете туда зайти, что называется, кликнуть и перейти. Выбрать обязательно наш регион, Свердловская область, иначе вы не сможете зайти и посмотреть информацию по нашему региону, по конкретному городу. Здесь есть огромное количество полезных ссылок, как информация о законодательстве, информация об электронных сервисах. Ну, например, вы можете проверить лицензию своей управляющей компании. Вы можете даже оплатить услуги за коммунальное хозяйство, внести показания приборов учета, про капитальный ремонт дома узнать, ну и так далее. В общем, очень полезная система. Заходите, смотрите, не только знайте о том, что там можно проголосовать по каким-то вопросам, когда собственники какого-то многоквартирного дома решают тот или иной вопрос. Кстати, вопросы есть у нас и от слушателей, и они посвящены не только вот этой теме, но и другим темам. Вот, например, Александр из Екатеринбурга пишет, почему до сих пор появляются многоквартирные дома на землях ИЖС, и вообще, как с этим быть? Ну, наверное, не совсем прям вопрос, так скажу, в мой адрес по этому поводу, поскольку все-таки разрешение на строительство выдается у нас с вами Министерством строительства. Не видела на моей практике таких случаев, когда выдаются такие разрешения именно на такой категории земель, и тем более сейчас будет возвращаться все обратно в город Екатеринбург для выдачи разрешения на строительство в этой части. Вот, поэтому, наверное, прям так глубоко, как бы хотелось Александру прокомментировать, данный вопрос не смогу. Еще один вопрос. Можно несколько параметров эффективности работы жилищного и строительного надзора? За что вас ругают, а за что хвалят? Ну, наверное, на самом деле у любого надзорного органа один из показателей эффективности – это удовлетворенность прежде всего собственников и потребителей. Поэтому мы обычно к себе очень самокритично относимся с точки зрения количества, конечно, поступающих жалоб. И согласитесь, что если их начинает поступать меньше, то можно говорить о некой относительной удовлетворенности населения теми услугами, которые им предоставляются. Пока мы этой эффективности не достигли, мы, конечно, видим изменение содержания жалоб. То есть за эти годы, которые прошли, они кардинально изменились. И на самом деле большая часть собственников уже знает свои права очень хорошо, знает свои обязанности очень хорошо. И поэтому начинает уже предъявлять требования более такие детальные. То есть это не вопрос того, что у меня нет горячей воды. То есть это уже все знают, что им это обязано, и как действовать в этом плане собственники у нас полностью освещены, просвещены по этому поводу. То есть уже начинаются более прям такие детальные вопросы, которые направлены именно на повышение уровня комфорта проживания. Здесь очень много тоже информационных технологий появляется. То есть даже привычный у всех домофон в новых домах уже абсолютно другой. Это уже телефоны, смартфоны и так далее. И поэтому, конечно же, здесь уже и меняется эффективность, потому что жалобы их много, и они содержательно становятся про другое. Ну, наверное, в целом можно сказать, именно за счет этого уровня просвещенности населения и повышение уровня требований. Можно говорить об какой-то эффективности, потому что и мы тоже стараемся вести просветительскую работу, ну и, собственно говоря, организовывать так тех поднадзорных субъектов, которые у нас есть, чтобы степень удовлетворенности граждан повышалась. Давайте попробуем 20 секунд до конца эфира. ГИС ЖКХ, как инициировать от жителя голосование или только от управляющей компании это можно? Вы можете инициировать от себя, вы заходите полностью и можете стать инициатором общего собрания первого, и вам в первом же собрании нужно принять решение, кто администратор. Можете указать себя. Продолжим разговор сразу же после новостей на Радио КП. Радио Комсомольская правда продолжает разговор на очень актуальные вопросы, темы, связанные с нашей жизнью, с ЖКХ, с правилами благоустройства, правила пользования жилых помещений. В студии у нас находится Наталья Миленина. Это заместитель директора департамента госжилстройнадзора Свердловской области. Спасибо, что присылаете вопросы на WhatsApp. Плюс семь девять пять три три восемь пять ноль девять двадцать три. Ну, один из вопросов, например, я хочу зачитать. Управляющая компания должна ли иметь кассовый аппарат, так как оказывает физическим лицам услуги? Вот, например, Александровский ЖКХ, управляющий компанией «Созвездие», много лет оказывается от кассы. Как можете прокомментировать? Ой, к сожалению, радиослушатели про кассы тоже. Да, все-таки у нас с вами налоговая законодательство, да, вопрос на необходимости наличия кассы. Но, насколько я помню, одно из последних писем налоговой службы по этому поводу, кассовые аппараты не требуются. Ну, вот, насколько я так помню. С точки зрения требований наших жилищного законодательства, да, здесь никакой регуляции абсолютно нет, нужен кассовый аппарат, либо не нужен в этой ситуации. Поэтому, если вы считаете, что здесь не так, и вы хотите здесь иметь кассовый аппарат, то есть вы вносите денежные средства наличными, да, собственно говоря, то, наверное, правильно здесь уже с коллегами из налоговой службы проконсультироваться, право вашей управляющей компании, либо нет. А теперь я предлагаю перейти к еще одной актуальной теме, тема, которая волнует абсолютно всех, потому что на улицах у нас гололед. Если говорить про тротуары, про дороги, то здесь, конечно же, должны коммунальные службы городские, муниципальные этим заниматься. Но вот что касается тротуаров, дорожек во дворах жилых домов, очень скользко, люди падают, ругаются, там, звонят нам, пишут об этом. Управляющие компании, к сожалению, не посыпают и не убирают этот самый лед. Так вот, что с этим делать? Действительно ли управляющие компании обязаны, это их обязанность, или они не обязательно там убирать, посыпать и заниматься уборкой вот этих наледей? Конечно, это обязанность. Прямая закона возложена на управляющие организации, это осуществлять уборку при домовой территории и, конечно же, убирать в том числе и наледь, ту самую, которая сейчас вот у нас такой оскоменной с вами, да, и злобой дня, собственно говоря, является. Но бывает ряд случаев, про которые тоже нужно знать. Это вопрос о том, размежован ли у вас земельный участок. То есть мы с вами платим деньги управляющей организации, и, соответственно, просим и требуем с неё исполнения возложенных на неё обязанностей только в части общего имущества, в который входит земельный участок. И для этого нужно знать, размежован он у вас, либо не размежован. Ваша это территория, либо это не ваша территория, собственно говоря. Потому что даже те же самые проезды, которые, да, идут во дворах, очень часто и не входят в эту самую придомовую территорию. Мы с вами тоже сегодня на наледь жалуемся, весной мы жалуемся на выбоины, потому что здесь находятся лужи и так далее. Очень часто это внутридворовые, внутриквартальные проезды, которые ведут к садикам, к школам, к больницам и так далее, за которые уже ваша управляющая организация тоже ответственности не несёт. Поэтому для того, чтобы быть вот в чётком понимании, где я, кто я и кто мне за что, собственно говоря, обязан, есть тоже общедоступные сервисы, бесплатные, где вы можете понять, то есть вы можете зайти на публичную кадастровую карту, прям так и называется, в интернете указать, вписать туда свой адрес, и вы увидите, на какой границе земельного участка находится ваш дом. Для себя просто помните одно правило. Если ваш дом один на этом земельном участке, то территория размежевана, и всё обязана делать управляющая компания, либо ТСЖ. Если вы видите, что вас на этом земельном участке несколько, то, собственно говоря, в этой ситуации у вас общего имущества не возникло, и тогда у нас по неразмежованным землям, это уже вопрос органов местного самоуправления. Очень интересная тема, а главное, актуальная. Ну, если честно, я уверена, что наши слушатели в большинстве своём об этом даже не слышали и не догадывались, потому что мы так привыкли ругать и городские власти, мы привыкли ругать управляющую компанию. Вполне возможно, что и ни те, и ни другие не виновны в том, что у вас во дворе или в проездах в квартале не убрано. То есть нужно разбираться и нужно понимать. Нужно понять, кто должен это сделать. Сделать это должны, нужно просто понять, кто должен. А что делать с этими сосульками, которые тоже у нас? То потепление, то похолодание, то похолодание, то потепление. И вот они, сосульки, начали появляться. А уж про весну-то и говорить нечего. Кто несёт ответственность, если вдруг сверху упала глыба, или не только кусок льда, но и кусок снега, может быть, и кого-то, допустим, ранить или на машину, на какое-то другое средство. Кто виноват? Исключительно управляющая организация. То есть если мы говорим про многоквартирные дома, и если это прям сосульки, либо сход снега с кровли, это управляющая организация. Потому что обязанность очищать кровлю от сосулек, от наледи, от снега, это именно её обязанность. Другое дело, что бывает, наверное, чаще, вот когда мы говорим про повреждение имущества, это история, когда сосулька упала далеко не с кровли, а то, что мы с вами сегодня начали обсуждать балконы. Очень многие остеклили их и сделали козырьки. И вот если с вашего козырька, собственно говоря, это упало, то ответственность будете нести вы, потому что это ваша обязанность с этого козырька убирать сосульки. Но вот из тех случаев, с которыми мы сталкивались, когда, например, автовладельцы говорят, а кто же здесь должен был, никогда мы разбирались, это были, как правило, козырьки, потому что управляющие организации стараются максимально в этот период массового нарастания сосульок, конечно же, их убирать. Хотя и тоже бывают нарушения, здесь прям такие рейдовые мероприятия, они проводятся, то есть прям на таких пеших очень маршрутах тоже. Мы все с вами видим, да, какие бывают иногда сосульки. Да, это точно. Ну, еще одна тема. У нас жильцы многоквартирных домов могут провести какое-то собрание, скинуться и огородить собственный двор, мешая проезду даже и скорой, и каким-то другим экстренным службам. Пожарные все время ругаются, говорят, что не могут заехать, и большие сложности, кто откроет, как откроет. То есть это вообще законно или незаконно? Будут ли когда-нибудь убирать вот эти самовольно построенные, поставленные заборы, которые не предусмотрены никакими конструкциями, регламентами ранее были? В действительности мы сейчас видим, да, как у нас город огораживается. Я бы так сказала, как этот процесс называется, то происходит прям такой огородик в огородике. Здесь тоже нужно знать о том, что можно поставить ограждение, но только в том случае, если ваш, опять же, земельный участок размежован. Размежевать его нужно в органе местного самоуправления. И уже как раз именно орган местного самоуправления скажет вам обо всех требованиях, которые есть. То есть мы же можем забыть, опять же, про школы, садики, больницы. Либо это сделать так, что люди начинают делать очень большой крюк, обходить, и тоже по этому поводу очень много жалоб есть. Либо начинаются жалобы на то, что раз и пропала контейнерная площадка, да, потому что огородились, мы все время ходили в одну, то есть она там одна, например, на два дома и так далее. То есть нужно помнить еще, что есть и понятие публичного сервитута. То есть вы можете огородиться, но на ваш земельный участок может быть наложен публичный сервитут, обязывающий вас предоставлять его в пользование всем, кто им, собственно говоря, до этого пользовался. Поэтому ответственность за самовольное ограждение она есть. Этим занимается и земельный комитет в органе местного самоуправления, этим занимается Росреестр. Поэтому самовольно здесь устанавливать ограждение тоже не стоит. Сначала размежуйтесь, посоветуйтесь в органе местного самоуправления, только после этого устанавливайте ограждение. Ну и, конечно, устанавливая их, тот вопрос, который вы задели, про машины первой помощи, да, собственно говоря, конечно же, надо понимать, что кому-то едет скорая, не дай бог случится пожар, взрыв газа, все что угодно. Мы должны обеспечить с вами возможность въезда и проезда таким машинам. И здесь тоже, в том числе, например, и сотрудники МЧС ходят тоже с проверками и выдают предписания. Поэтому, принимая решение, чтобы не потратить деньги зря, нужно все-таки посоветоваться со всеми теми органами, которые есть в этой среде. Еще один вопрос. Мы часто сейчас видим, что дворы заставлены машинами, и некоторые автолюбители делают такие цепочки, то есть для того, чтобы не пустить на какое-то место. Причем место это может быть бывшая клумба, какой-то там зеленый участок, например, полянка какая-то зеленая или даже игровая детская площадка. Случается, бывает. Это же ведь незаконно. Куда жаловаться и что делать, чтобы вот такую вакханалию прекратить? Да, то, что касается вот этих цепочек, это нужно жаловаться в органы местного управления. У них есть меры воздействия. То, что мы с вами сегодня обсуждали, у нас на территории области есть за это административная ответственность. Я даже, наверное, более вам того скажу. Из практики даже есть такие, когда продается квартира, и вместе с ней цепочка на земельном участке. То есть такие тоже факты есть. Но хотелось бы, чтобы мы все друг друга с вами понимали, мы не имеем права так делать, потому что земельный участок – это наша с вами общая собственность. Когда вы делаете какую-либо цепочку, вы ограничиваете любого другого вашего соседа на право пользования этим, собственно говоря, кусочком земельного участка. Поэтому нужно договориться установить правила проживания. И, наверное, это скорее вопрос того, что если вы хотите организовать парковку все-таки у себя и есть для этого техническая возможность, это не клумбы, конечно же, должны быть, и не часть детской площадки, как тоже нередко бывает. То есть если есть возможность выгородить какой-то участок для парковки, тогда нужно договориться, как мы там будем парковаться. И это не история о том, что «а вот пятеро заплатили, поэтому они здесь паркуются», собственно говоря. Тоже такое есть, потому что потом начинаются жалобы о том, что представитель ТСЖ отдал приоритет одним, не включил, там не ставит мою машину и так далее. То есть нужно договариваться между собой на действительности каких-то справедливых условиях. Либо кто въехал и когда занято, либо это гостевые, либо вы вообще отказываетесь от парковки во дворах, и сейчас это тоже новая тенденция, которая приходит, это дворы без машин, когда это безопасное детство полностью реализуется. Ну тогда это вопрос, который нужно решать другой. Это, конечно, организация парковочного пространства в городе в целом. Спасибо большое. Очень интересно. Я надеюсь, что вы найдете время и еще придете на радио «Комсомольская правда», потому что вопросов действительно очень много. Не все эти вопросы мы в рамках нашего эфира смогли обсудить. Напомню, что в студии у нас была заместитель директора департамента ГОС «Жилстройнадзора» Свердловской области Наталья Миленина. Я, Людмила Варакина, прощаюсь с вами. Услышимся в 17 часов 17 минут. Тогда мы поговорим про регулирование охотхозяйства животного мира. Будет у нас Александр Кузнецов в эфире радио «КП», директор департамента. Всего вам самого доброго. Услышимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова